Здравствуйте! Вы на канале Страна для жизни, рубрика одной строкой, сразу к новостям. В японский санкционный список вошли организации «Белтехэкспорт», «Синезисгрупп», «Агатэлектромеханический завод» и многие другие предприятия. Международный фотобанк «Депозитфотос» закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России и Беларуси. Правительство РФ ввело запрет на вывоз иностранных медицинских изделий, а в Беларуси ожидается подорожание медикаментов в два раза. Главный критический импорт для нашей страны – это прежде всего медикаменты. Но по поводу медикаментов пока никаких вопросов не возникает. Хотя они станут дороже в полтора-два раза, и к этому надо быть готовым, считают экономисты. Лукашенко совершил госизмену, он военный преступник. Светлана Тихановская завершила визит в Берлин, где встретилась с главой МИД Аналеной Бербок и провела ряд других встреч. Из важного. Достигнута договоренность на предоставление Германии мобильного госпиталя для белорусских медиков, которые во время войны работают в Украине. Поднят вопрос предоставления статуса военных беженцев для белорусов, которые сейчас выезжают из Белоруссии и Украины. Также Светлана Тихановская призвала страны Запада сделать заявление в поддержку белорусов, которые в рамках антивоенного движения выступают против режима Лукашенко. Против войны, развязанной Кремлем. Более подробную информацию вы можете найти в телеграм-канале Светланы Тихановской. Литовская компания LTG Cargo 7 марта пристановила предоставление железнодорожных вагонов платформ для перевозок в Россию и в Беларусь и транзитом в другие страны, кроме Латвии и Эстонии. Такие меры были приняты в связи с российским вторжением в Украину. По мнению компании, вагоны-платформы могут быть использованы для перевозки военной техники. Белорусские биатлонистки Анна Соло и Динара Олимбекова решили не участвовать в Кубке и Чемпионате России. В Бресте каратели не пустили жителей города к памятнику Тараса Шевченко и задержали мужчину. В 12 часов при попытке подойти к памятнику Тараса Шевченко, чтобы возложить цветы, задержали Олега Вилова. Он даже не успел перейти улицу. Возле памятника более 6 милицейских авто и более 10 человек в форме. Накануне дня рождения украинского классика у памятника, который стоит на одноименном бульваре, должен был состояться митинг. Он был предварительно разрешен. Три белорусских банка планируют отключить Ацвифт в рамках нового пакета санкций, подготовленных Еврокомиссией. Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России и Беларуси также включает запрет на экспорт морских технологий в Европу. Предложенные меры будут обсуждаться сегодня, 8 марта, на уровне постпредов ЕС. Известно, что Союз намерен также ввести санкции в отношении членов парламентов и российских олигархов. На этом все. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Слава Украине! Жыве Беларусь!